Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем о минусах содержания шиншиллы в доме. Несмотря на множество плюсов, у этих умных и ласковых зверков есть минусы. Поэтому, если не узнать о них, этот маленький зверек может принести вам дискомфорт. Шиншиллы очень пугливые животные. Они боятся громких звуков, резких движений и реагируют на шорохи. Поэтому нужно гарантировать животному тишину и покой. Иначе шум станет причиной стресса, от которого животное может полностью облысеть. Если вы думаете, что с первого же дня будете играть со своим новым питомцем и держать его в руках, то нет. Шиншилла очень недоверчива. Этот зверек потребует много времени и усилий, прежде чем станет вам доверять. Запаситесь терпением, и тогда у вас обязательно получится подружиться с шиншиллой. Шиншиллы категорически не выносят высоких температур. 25 градусов тепла – это критическая отметка для этого зверька. А температура в 30 градусов уже несовместима с жизнью грызуна. По этой причине шиншиллу нельзя долго держать в руках. Зверек перегревается, что может привести к плохим последствиям. Поэтому, если вы мечтаете о питомце, который будет проводить много времени у вас на руках, шиншилла вам не подойдет. Так как шиншилла является ночным животным, то клетку не надо ставить в комнату, где вы спите. Если все же вы решили поселить шиншиллу в свою комнату, то не ждите покоя ночью. Этот маленький зверек будет копошиться, хрумкать и скакать по клетке всю ночь. Однако, со временем можно приучить шиншиллу к дневному образу жизни, постепенно меняя ее режим. Несмотря на то, что сами по себе шиншиллы чистюли, это не значит, что вокруг клетки будет чисто. Опилки в радиусе метра от клетки обычные будни для владельцев шиншилл. Также грызуну необходимы песочные ванны для поддержания чистоты своей шерсти. Поэтому опилки и песок являются неотъемлемой частью содержания. Шиншилла грызун, поэтому если вы решите выпустить своего любимца побегать по квартире, прячьте провода, цветы и все, что будет в зоне досягаемости питомца. Шиншилла может погрызть вашу мебель и даже свою клетку. Отучить их от этого нельзя. Заводить шиншиллу не стоит, если у вас есть маленькие дети. Это основные сложности в содержании шиншиллы. Но если вы к ним готовы, то этот пушистый зверек станет для вас отличным питомцем. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.